привет друзья мои это новосибирск у нас здесь дождь ливень буквально надо спрятаться и у меня намечена встреча с интересным человеком давайте посмотрим кто меня сегодня ждет это продолжение серии интервью вблизи у нас сегодня вблизи о здравствуйте василий Алексеевич Юрченко хорошо известный человек это знак вы любите дождь в определенные моменты конечно люблю я вырос в степи в Кулунгинске поэтому там влага и дождь это всегда была большая радость не хватает дождей любили мальчишкой бегать под дождем пасеком по пыли в луже залазить да всяко было кораблики пускать нормально это все и в речке и в болоте я хотел как раз пройти под и предложить пройтись как мы это обычно делаем в моих интервью но сейчас я не рисковать и не надо да вот здесь под под деревом будет наверно неплохо назвать мы прикроемся вот как раз про кулундинскую степь это какое место город карасу это почти на границе с казахстаном а сам город вы из города то есть вы такой но ваши родители наверно откуда они мам мама из города карасука отец из деревни перловка была такая сила из ирбезино ну давайте сразу с корней начнем вот ваши предки как они в сибири отказа оказались в 1900 1895 году приехали три брата себе откуда об основании с полтавской губернии а так у вас извините эти украинские чуть не сказал хохлядские корни хотите ухлядский хотите украинский как у вас к украинским проблемам отношениям я бы разделил там проблемы украины и проблемы россии нормально я на украине не часто бывал и последний раз я был в тринадцатом по моему году с официальным визитом а родственники там остались какие-то нет близких и так ваши предки это кто были по матери ли по отцу приехали отцу они приехали крестьянствовать наверно да ну они из казаков из период переселения столбикинской реформы даже раньше приехали обосновались обзавелись семьями и отсюда пошел наверно это один из одно из направлений этой фамилии юрченко ну да это же украинское окончание а история знакомств и ваших родителей вам известно как они сошлись нет я в я так сильно не спрашивал давно это было ну как то ведь они где-то познакомили ли туда корсуке познакомили тогда обычно танцах часто знакомились вот мои родители на танцах раши вам не интересны или просто или у вас не принято в цене как-то можно вот как-то да не погружался такие нюансы сильно семейные вы один семья или вот сколько чем у нас трое больше старшая сестра и младший брат чем занимаются сестра старшая сестра уже пенсионер работала в железнодороге а брат он автомехаником работает кстати про пенсию мы с вами принадлежим к тому замечательному поколению которому пенсию отодвигают на год-два как вы к этому относитесь неоднозначно так скажем мягко хотя непонятно еще выйти пока только разговоры идут а в каком виде это будет внесено в каком приниматься будет здесь много аспектов конечно и есть понятные посылы со стороны правительства которое внесло законопроект но есть и особенности которые нужно учитывать для имеют для нашей страны не просто что там но вот везде 67 но и у нас бы почему не 65 ну тут взвешивать неоднозначно есть плюс есть минус жена вас уже пенсионного возраста жена пенсионного она уже успела оформить пенсионный завида завидует или как нет вот я тут как раз сразу же напрашивается вопрос вы после той печальной истории когда вас сократили назовем это так пока пока назовем это тогда вы остались без работы или где-то работали числились где-то я не я пока не страшно про доход в принципе так люди приезжали подходили консультировал спрашивали как поступить и бизнесмены в том числе и некоторые люди творческих профессий но я с учетом вот тех перипетий которые были там со следственным комитетом потом судом конечно же не работал с места не доставлять никому неудобства некомфортность там риски кстати бизнеса хватило запасов я достаточно давно работаю руководителем и всегда когда был даже период когда 90-е годы когда если больше двух источников дохода надо было подавить декларации я подавал декларации все добросовестно и начальник ленинская налоговая приехал вот тут мои инспектора как же так у юрченко такие доходы он декларирует показывать идите работайте как юрченко и будете столько же получать далекие далекие 90-е годы поэтому остались накопления в этот быть есть но долан были накопления другие работали члены а сейчас дала на этом и к этому вернемся где вы сейчас работаете мне кажется это интересный повод для разговора я специально просил вас о встрече именно поэтому как показать на сибирске сибирске в семдесят седьмом году приехал поступать в институт поступил вот в этот вот в этот мы сюда не случайно с вами подошли вы не это сейчас я пока показывал здесь два вот это виднеется за деревьями я пока не пойду поближе поскольку дождь это тогда назывался вводный институт институт инженер новосибирский институт инженеров водного транспорта их было четыре таких института в советском союзе он и был запланирован вообще-то я планирую поступать в нэти но меня переманили вот переманил тренер по баскетболу и мой товарий который здесь уже учился сказал что там электротехнический здесь электротехнический база даже нет в некотором смысле лучше чем в нэти поэтому давай учись здесь я приехал посмотрел посмотрел и остался в те времена баскетбольные в юношеские вы не пересекались столохонский он ведь тоже баскетболист и даже на на площадке вы с ним тогда не стал не сталкивать а играть продолжали когда учились я капитаном был даже так но у вас рост хотя сколько рост сейчас говорят когда чем старше тем ниже да но я пока к земле не расту по моему но должен сто восемьдесят восемь достаточно баскетбольный хотя он у меня не имею просто среди баскетболистов это не конечно это не небольшой рост а почему капитан хорошо играл или хорошо организовывал ко мне вопрос я скромный человек скромный человек была а вторая причина почему мы здесь потому что я смотрю на вот это место и горжусь тем что я десятом году аннулировал решение не дал построить вот на этом месте очередной жилой дом так как тот через через улицу а там герой фазан банк не дал такую а в вашу чисто студенческий год вот в этом этот скверик около института чем вы тут занимались много чем занимались собирались перед субботником перед демонстрацию это понятно а кстати тогда ведь на демонстрацию наверное с пустыми руками не ходили к вам вам и как можно не ходили вот как вам все-таки здесь недалеко мы-то от найти ходили будь здоров поэтому скажем 7 ноября по холодам согреваться потребовалось бы ну вам легче в 1 не ходили я ходил с площади кирова с 7 маша а это когда цель маша работали я тоже сидела что ходил мы еще об этом вспомним по вашей биографии а романтические истории связаны какие-то вспоминания с этим сквером студенческие годы но если возможно можно не отвечать я думаю что уже так много времени прошло что это не имеет значения ни для кого бывали или не бывали но в принципе были конечно я с супругой своей познакомился участь в институте и она здесь училась а вы вместе здесь учили на разных ну ясно и ваша рома ваши романтические отношения начинались в том числе может быть и вот в этом скверике начинались не здесь но в том числе мы здесь встречались у вас есть какое-то место в городе вот связано с такими добрыми милыми воспоминаниями где хочется или мимо которого вы проходите не проходите без волнения что же есть у любого я думаю человека это есть первомайский сквер и в ленинском районе сад кирова на станиславского места есть стадион сипсельмаш да много мест поделитесь вот здесь вот чем это связано но вот какой здорово место в леска вот вот это вот вот это в этом сквере какие воспоминания мелькают ведь студенчество она всегда по воспринимается в розовых красках но они люди реально таковыми являются поскольку это молодость это вся перспектива это вся жизнь впереди поэтому негативных воспоминаний об этом месте у меня нет позитивные много но не обо всех можно говорить поэтому ну ладно а негативные скажут какие конфликты может нет не было у меня конфликтов не в этом месте не в институте здесь только позитив вы знаете что вот этот памятник ленину он уникальный это памятник ленину первый был от ли 1 ответ советское время в двадцать седьмом году такой же точно их сделали два экземпляра один поставили знаете да один поставили около смольного в ленинграде а второго сюда в нас вес прислали его стояла там на ступеньках ведь этот ведь это здание непростое она была центральным а если они в проекцию сверху посмотреть то это серп и молот вы знаете вместе с победу а вот как и да вот до реконструкции победы победа и институт это сверху это серп и молот но он там не до конца был но вот что это за верили что-нибудь на эту тему студенческие годы аквен тогда был популярен нет нет вы попозже уже это было зарождалось авто в то время вот эти управленческие способности так и не там сам комсорк или староста что-то нас тогда возлагали какие-то кроме капитана командир командиром отряда был трое 3 а где вы строили что камнем мы не строили хабаровских работали в порту 1 хабаровск дальний восток заработки хорошие были очень что вы покупали себе тогда это был же период дефицита да 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 вот у тебя помню я помню когда закончил закончилась практика я маме купил какой-то подарок из что-то или кофты что-то или что-то на себе плач купил какой-то импортный дорогой по тем временам на модный модный очень комару бит ну да погода была замечательная вот тебе дождь можно надо ставить сократить а куда можно машину машину может ну или бы или там вот это не очень но пойдем сюда как этот подкроем все-таки уже да уже даже дерево не даже не спасет когда вы права получили помните какая у вас была первая машина 2141 москвич ухты вправо наверно где-то 70 нет 80 на завод я пришел 82 где-то 83 году 84 а тогда машину приходилось покупать как-то в очереди стоять или что-то такое не тогда как производственные трудовые достижения мне тогда в список выделили полгода пока она придет новосибирск ждал а потом только купил какого цвета была машина я песочная песочник ну что надо жала до своей старости или вы продали потом нет потом я ее продал потом волга у меня была новая 29 только они пошли я тогда уже работал начальником первого производства ну соответственно потом уже там даже другие времена машины как оцениваете не 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 русский автопром город для плану садитесь тогда туда у меня сразу вопросы тут перемешку как по разговору детей на кого детей наказывали в детстве как такое ну вот как физически заводилась приходилось мальчишки да но мальчишки несколько раз ну это было совсем ранней стадии никогда не малышами были конечно ремня не получали 1 и 2 но не часто а потом уже наверно класса может быть после 2 3 уже вообще никогда физического действия не получили а с внуками как на три внучки замечать а девочки все хорошо они послушные с девочками так точно или как я не знаю проще не проще но во первых у них есть родители у меня нет права да и нет желания своих ты за ремень брался это сердце сжималась как дети вот как видите разницу между маленькими вот когда ваши мальчишки были маленькими и вот их 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 дети в ручке вот эти раньше поколений в чем вот чем нынешний малыш не отличается во первых это достаточно большой слой прошел страна поменялась строй сменился они они другие уже они еще маленькие конечно внучки у меня старший вот скоро 7 лет будет и первый класс в этом году пойдет средний 4 годика будет 1 сентября 5 и младшие три будет вам сдают бабушки с дедушкой внуков на время когда радостью всегда это выполнять повинность это не это не повинность для нас это не повинность бабушка это радость здорово как раз я хотел про студенческие еще годом как был один случай мы с вами оказались может быть вы не помните один раз в самолете летели в москву помните доклад правительству был я готовил тогда презентацию и вы мне тогда в машине рассказывали историю вашего знаком вашей работе на компьютере после или это в конце студенческих лет или по или после вот как-то помните эту историю с перформентами я помню я занимался научно-исследовательской работой участие в институте и поэтому делали автоматизированную систему управления земснарядом и построение карт личных лодцев с научным руководителем простите уточним у вас про ваша профессия вот пообразила приют автоматизация промышленных установок а это это слово автоматизация как раз и до связок с компьютерами вот тогда в этой системе сложной тогда все это вручную делать а мы это автоматизировать сделали реальные проекты он работал и там использовалась машина электроника 100 и когда был помню планирует такую мысль надо это бы это были они от 70-х начало восьмидесятых годов да я помню задействован этой автоматизированной системе ваша роль была бы программистом были для оператора я писал программы программы на чем в двоичном ходе ничего себе то есть пришлось освоить программирование это это этого вас учили сейчас конечно не напишу не но зато опыт есть нового построение логика это помогло поживания а вот верить когда мне кажется юриспруденция похоже на программирование то что все полагалось требует логики последовательности по исполнению правил ваш юридический опыт может быть он был он был конечно не очень приятным для вас тем не менее находите общность между программированием юриспруденции нет потому что в реальной юриспруденции российские то что сегодня есть я последние годы я нашел ответ который задавал юристом в свое время и перри губернатором и первым замом почему такой язык в документах правовых но он нелогичный он он косноязычным запутанным непонятный простой человек можно по-русски все написать понятно я ответ нашел потому что практически все законы к сожалению в нашей стране написаны для того чтобы его можно было использовать и так и так изволите вот такой новое решение пожалуйста можно так интерпретировать закон желаете другое прямо против пожалуйста и так можно потому что по-русски говори очень жутко заказ что дышло дышло туда пойму и вот здесь я открыл вот эту закономерность которая свойственна законодательству современному в большинстве случаев а вот то что говорят еще одна русская пословица сумы от тюрьмы не зарекайся есть такая пословица какого наверно вот при таком построении законодательства безусловно правового законодательства конечно это поговорка она тоже актуальна вот этот неприятный урок или вернее неприятная история с судом с преследованием уголовным чему научила по-человечески или чего-то чего отчего отучила как поменяла характере может быть что-то или в отношении характере ничего не поменяла в жизненных принципах базовых тоже ничего не поменяла но нашел подтверждение того что вы часто говорил мы своим сподвижникам таким работал что ну мало сильных людей к сожалению в обществе ведь доказано исследованиями что людей новаторов очень много мало в мире новаторов да и кто готов к изменениям их меньше двух процентов в мире готов к изменения тот кто формирует изменения они исчисляют там 10 долями процентов в мире и понимая это все и участвовал в разных заведениях читая много я это понимал и пришел к тому что видел что сильных людей немного мало и вот та ситуация которая там произошла после 14 марта 14 года она конечно показала абсолютно правильное мое понимание что сильных людей к сожалению мало сильный человек это обидчик может допускает быть обижен в обиду внутри любой человек допускает обиду другое дело что насколько он может сильный человек это выдержит в себе и не выплеснуть наружу сильный человек он может это все внутри держать осмыслить логику какую-то понять там или или наоборот полную отсутствие логики перестроиться и дальше жить слабый человек этого не сможет у меня сейчас вопрос такой возник вот мы сидим в машине мимо проходят люди а представьте мимо бы проходил сейчас путин вы бы вышли мы что-нибудь сказать да нет конечно нечего ему сказать нет но сказать нечего спросить есть что ну в принципе ну я реалист и у меня все нормально с логикой поэтому я понимаю что просто напросто такая ситуация невозможно мы сидели здесь пришел но все-таки что ну хорошо а если вас пригласят к москору пригласят конечно же законопослушный гражданин и которого есть вопрос я думаю что если президент пригласить значит тем более у него есть вопрос конечно ну кажется это тоже даже 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 не рассматривать но наверное это тоже вероятно почти как если бы он сейчас здесь прошел или как раз я не знаю всяко может быть вы смотрите это не от меня вы у нас сейчас меняются снова выборы у нас вам доводилось проходить через выбор вот гражданами нет я воли судьбы был участвовал прямую выборах только один единственный раз это выборы в государственную думу в одиннадцать в десятом году а вы резки бы меня поставили во главе списка единой россии это первый раз второй раз в десятом году тоже но это выборы депутатами не было немножко другая не буду это тоже выбор но это все-таки опортики замечательные выборы которые были в советское время не назывались голосование мы же тогда просто вы сами успели бы участвовать когда бросаешь один бюллетень с одной фамилии не напоминает ли вам сегодняшний выбор иногда ту ситуацию наводящая наводящего конечно абсолютно не та ситуация что было тогда потому что если уж мы тот период захватили я помню я тогда уже был большим руководителем и тогда я помню кого мы в депутаты райсоветов это были не случайно отправлять ну я не знаю как везде но в некоторых случаях мы отправляли туда кандидатов или представителей как угодно можно назвать которую бы их отсутствие не очень повлияло на производстве на мягко так сказать на производстве ценились люди какие реальные конкретные умеющие достигать результата отвечающие за свои решения и умеющий принимать решение вы пришли на все все наш работать мастером было тогда вот ну вероятно тоннеры ли зарплат была хорошая лика почему степень наш или карьерная перспектива нет для меня было то сепсильмаш то инва что лучше спросить текстильмаш приблизительно ну во-первых я жил на западном они во вторых это было и территориально предопределено но мягко я пришел на эту улицу станционную и поскольку самое ближнее было предприятие сепсильмаш зашел на сепсильмаш мне предложили мастером 14 цех это литийный цвет в 10 цех сборочно-механический и в 5 цех от своих селки помню вот работал я там я я сказал заместителю директ генеральный директора пока там что для меня это вот все одинаково я ничего не понимаю мне можно посмотреть не сказали можно выписали пропуск я пошел первое куда я дошел куда мне показали куда идти в 14 когда я него зашел и там увидел в эти движущиеся ковши разливающийся металл копоть пыль до потолка и там конвейера все движется и все такое я первый раз таком был производстве увидел прошел посмотрел даже не дошел до начальника цеха я понял что я сначала еще один как минимум рядом он находился но тем не менее произошел казус я спрашивал людей где 10 цех я-то думал что это вообще один завод они говорят вот я пришел цех стоит какой чистенький хорошенький термопласт стоят я бы мне к начальнику цеха не сказали там третий на второй этаж я поднялся я вот садил кадров он доложил начальнику будет заходит я зашел здрасте меня направили к вам мастером электриком он говорит а я никого не просил у меня вакансий нет вы позвоните зам директора я меня направили вложить десятый цех десятая такой зала я дусь и все маши на это говорит ты на лучше пришел да 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 там все перемешка если вышел а говорю где десятый там отгод через дорогу вот вот прям вот понятно я зашел туда прошел по пролетам зашел на дороге встретил электрика там в линии линии случилось поломкой там они все собрались ремонтировали сложный станок я спросил а где энергетик находится мне сказали вон там я прошел пришел потом через некоторое время они все туда пришли а энергетика не было где-то бегала я говорю я вот к энергетику а что тебе надо я когда вроде как работать мне к вам направили увидели мы таких тут может таких не видели когда будет завтра ну хорошо пойду в другой цех и один потом он мой подчиненный какой-то мере на одну неделю он был моим наставником николай николаевич опенышев электрика шестого разряда это куда тебя еще направили в пятый могут не ходи туда останься лучше я думаю стоит посмотреть не стоит я не пошел пришел на следующий день вот так и остался как в деталях все запоминается или из молодости доставок завод завод не выбросишь тот путь который я там прошел где сформировался как руководитель человека это не забудется никогда я думаю что у все эту школу прошел я обратил внимание у нас среди руководителей из губернаторов только один был не инженер из губернаторов и мэров все инженеры только толоконский не инженеры то он хотел поступать в инженеры его тоже баскетбол вбил почему виталий петрович мухой был инженер но все были инженерами кроме толоконского за исключением да за исключением толоконского вот это как-то стало как вы думаете почему инженеры в новосибирске и мэры и губернаторы ну я честно не задумывался а вот это вот последовательность смотрите у нас губернатора заводской человек ну муха например заводской потом мэр потом юрченко заводской нет потом талак талаконский мэр потом юрченко за основа заводской или петрович потом виталий петрович на заводской потом перемешка за нас то обычно человек заводской потом мэрский заводской сейчас очередь заводского как вы думаете вот искали школа заводская полезно вы общались уже если не секрет с травником а то что он заводской вот это как-то влияет на ваше впечатление они все-таки он прошел в школу может пойдем на улицу уже кажется там распогодилось или ладно как вам удобно хотя здесь по звуку лучше но как-то мне в движении нравится вот заводской опыт человеку так я понимаю для вас вот скажем я говорю я ханов я работал сельмаш это положит на меня характеристика потому что заводская среда она формирует именно базовые правильные ну с моей точки зрения ценности это люди которые не лукавят который без двойного дна если он настоящий заводчанин а не случайно туда пришел за как за карьерным каким-нибудь рот поэтому для меня человек который прошел заводскую школу а еще и там с мастеров потому что ну по крайней мере у нас на заводе была всегда такая такая аксиома что ли что хороший начальник цеха не может быть хорошим если он не прошел от мастеров и директор хороший никогда не будет если он не прошел школу там с начальник не было обязательно начальником цеха сталкиваетесь ли вы сейчас с людьми заводскими куда какое впечатление у вас у них у меня позитивная я услышал некоторое мнение вот там юрчика завод развалил там ушел вот как такое так я я некоторые знаю кто так говорит но даже не реагирую на это потому что люди ведь не знают всю мою биографию заводскую и знают что я сделал для завода я ни одного станка не продал на заводе я уходил завод наоборот из руин поднялся и когда я принимал завод директором объем выпуска был в рублях 140 миллионов рублей а когда уходил было под миллиарды и это не только инфляция да да не какая инфляция это были годы там с конца 90-х до а уже еще 4 ясно это не там гипер инфляции не был я там инфляция такая была ну 20 процентов ну 20 25 хотел я вас про секреты по узнавать но время жалко времени я еще хотел бы узнать а сейчас я слышал что у вас уже написали в газетах у вас опять снова заводская биография или как тоже что за перемены нет я сейчас заместитель генеральный директор управляющей компании регион бизнес проект она является управляющей компанией по ряду активов группы металл сервис это крупнейший металлотрейд страны в районе двух с половиной 3 миллионов тонн продает металла у них есть актив производственные это завод кузьмина ну и другие в том числе в других городах они только в новосибирске ваша функция в чем заместитель директора какой-то я отвечаю за вот все что за уралом себе наук табаров но отвечаете за коммерцию за маркетинг или за производство производства производства за развитие бизнеса за увеличение объема продаж металла все что входит зону ответственности то есть это даже металла увеличение объемов продажи металла это больше если на повышение эффективности работы производства на это больше чем просто директор завода какой опыт ваш заводской больше в этом помогает или губернатор вот этой работе важнее какой опыт важнее да и тот и другой его сложного это разный опыт но ведь базовые ценности я не случайно сказал что они сформировались на заводе и они не сформировали как руководителя и очень много дали как работаю работая в администрации я фактически перенес туда конкретика реализация работа на результат они на поговорить и как первого зона и как губернатора сформировано все было на заводе опять я слышу эту фразу руководитель это тот человек конкретный вот заводской заводской школа вот какие принципы парта еще пару тройку принципов как руководителя что вы считаете важным в вашей работе вот и губернатором или сейчас во первых это порядочность это отсутствие лицемерия какого-либо значит даже нет метров прямо в глаза ну и прямо или косвенно но по крайней мере я никогда не давал поводов у меня не было таких ситуаций когда что-то человеку пообещал понимая что этого не сделаю но был ситуации когда один раз когда мой руководитель пообещал людям сказал что будет так так а там через некоторое время там несколько куша я вот там сказал так мы делать не так и вот наоборот я так не бывает вы пообещали и отменяйте но потом сталкивался много раз когда люди приходили мы вышли такие радостные там час проговорили все были довольны а прошло там три недели месяц они же не двигается делать вы первый замгубернатор вы как-то вы знаете как знаю но вот это не может быть реализовано поэтому это не будет будет вот так 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 они входили по крайней спасибо и на теперь хоть все понятно поэтому вот это лицемерие это очень плохая часть ну конечно подлость подлость неприемлемо никогда подлость пресекал всегда подлость это обман или что это обман это подмена понятия это специальное специальное формирование там позитивного восприятия той или иной ситуации понимая что это я сейчас задам вопрос которые могут быть можно него не отвечать или там подумайте вот та история в четырнадцатом году когда президент отстранил бы чем с таким неприятным очень формулировкой по недоверию вы можете сейчас сказать какой-то подлостью чей-то да можете назвать какие в чем конкретно дело в том что когда я пришел по приглашению виктор санчистолоконского работать он администрацию мне мой друг немного но не ходи ну вот я там работаю я там знаю не твои это не надо тебе останься директор завода на все понятно пойми но я уже все-таки на какую черту прошел мне было там но много было сделано по заводу не все безусловно но тем не менее черта звал фантала копки да да и жена отговаривал но я все-таки пошел принял решение пошел через год год отработав декабре 43 декабре 2004 года я принял решение что я ухожу я не 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 нравилось это работа там все полномочия которые были у замок промышленности тут функционал но много что я думал сначала я там узнаю разберусь и может быть не все знаю это понятно а когда разобрался и понял думаю не буду новогодние праздники портить это санчо 3 мая вот 3 января четвертого года пришел выходной саду из-за шкал века санчья вопросов нет претензий нет я ухожу потому что это не моё мне и он мне тогда я видел что он расстроился и я планировал вас там первым замом это колесе этим не стали первым вдвоем тогда он мне сказал что нет он пойдет назад собрание он уйдет он экономика не занимается вот этой экономическим блоком вы с ним на ты да ну я на вы он и до сих пор ну я давно уже поэтому и вот когда разговор зашел и словно первым замом я понимаю круг но тогда я отвечаю за реальный сектор в бюджет реальный сектор там промышленный транспорт все 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 а вот политику не интересно на этом остались вот так и остался первым заместителем работы и работал до 10 года заместитель что за история почему-то лаконского перевели так и вот они рисковали за это время я естественно очень много там в москве контактировать до этого знал многих людей и соответственно федеральном во многих мероприятиях участвовать подготовки визита президента организации прочее 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 и когда вот после марта восемнадцатого года дня 14 городе все получилось я через некоторое время через месяц после четырнадцатого я вернее восемнадцатого я встретился с помощником с одним из поговорили это чья была инициатива я позвонил и говорю вот так и ходи я так может быть там в кафе где-нибудь да ты чё забыл дорогу ко мне на старую точку кабинет я пришел переполох там небольшой был других людей и вот за период где-то полгода было много встреч они многими рассказали товарищи которым хорошие отношения были некоторые вещи которые сложились у меня в объективный там вплоть до минут некоторые события кто к кому заходил как чего это же быть нас губернатором да как понимаю нету сабы события события марта как это произошло и марта мне стало понятна роль и лаконского и родецкого еще некоторые товарищи вы можете рассказать в чем цель была чья кто какие цели преследовал может как-то сформулировать или мы отставим этого догадку здесь многие все и без комментариев знаю здесь несколько вещей но во первых очень серьезную роль сыграло то что было принято на решении она была согласована с руководителем администрации президента закрытия гусинобродской барахол я поставил задачу силовому блоку обеспечить спокойно реализация федерального закона чтобы там не было никаких эффектов хотя до этого я много раз встречался с предпринимателем объяснял почему объяснял как будет сделано что они потеряют рабочие места это первая точка напряжения до этого это то что было связано конечно с тем что те подходы которые были у виктора санчика губернатора они не совпадали с моими принципами и в части земли особенно в городе новосибирске в части управления имущественным комплексом ну и других вещей наверное это было посчитано кем-то что это ущемление прав или каких-то законных интересов хотя я такими их не считал вот окружение а вот те документы которые якобы прилегли на по президенту какая-то какой-то какая-то докладная записка была это все связано с этим да это что за документы там это была такая долгоиграющая серия за три с половиной года работы мной губернатором от виктора санчета лаконского администрацию президента ушло сейчас могу в штуках в единицах ошибиться 300 с лишним документным писем о том что я делаю плохо потом просто мои помощники все посчитали когда некоторые мне в администрации вот бумага очередная я читаю боже мой я говорю готов по каждому пункту ответ дать там письмо да не не мы все знаем для среди по товарищи прочитал я ну понятно поэтому такая череда массовая писали за три года 300 с лишним это раз в три дня писать причем в большинстве случаев это было на 90 процентов просто ложь или однобокое освещение той или иной ситуации а справка которая я не знаю что легло на стол президента не там ничего не легло как мне доложили там устный доклад был о логинах когда он исполнял обязанности руководителя администрации 17 с ночи на 17 на 18 марта членов погоды там была устный доклад но опять то информация что я обладаю а справка была подписана шиенко был такой руководитель следственного комитета по новосибирской области составлена неким следователем хорошая который была ложь и экспертиза который провел следственный комитет про мое заявление они установили что это писал хорошая но он сознался на допросе что да я писал она на 86 процентов совпадает с этой справ справка со статьей в жи же помните да 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 благосостояние семью учить там чистая ложь была и вы готовы это показать документ или выбор где-то это показывали судебное решение а уже это лов по фирмам а судебное решение вы подавали куда-то на суд или это рассматривать а вы свои то есть вы свое имя за защитили юридически я подавал и это зафиксировано что в справке лов 34 по моему элемента лжи остальное там мелочь там некоторые были доказаны другими документами что это ложка четырем или трем есть прям решение что это не соответствует действительность по количеству счетов жены и моим под день по суммам средств на счетах по фирмам где мой мой сын был учредителем гигантской как-то увлеклись этой темой немножко не в моем формате сын все чем занимает один и второй занимается работают до быть сыном руководителя но когда вы были губернатором это вернее так то просто ведь с одной стороны на тебя смотрит и это помогает что папа губернатор а с другой стороны это ведь ответственность папу на него отца нельзя подвести вот как я горжусь своими сыновьями ни разу не подвели ни один ни второй никогда и по своим профессиональным и интересам бизнеса которым они занимались они ни разу не воспользовались моей моим протяжетом какой-то какими-то моими полномочиями советоваться они советовали но не им не более того известно кара верно им было тяжело я понимаю и согласен да было тяжело это когда она ситуация почему и когда я губернатором было они мне сейчас не иногда говорят ну вот я никогда не было времени что нам спокойно поговорить как ну вот у нас же было там вы приезжали там субботу но говорю ну да еще воскресенье и вот я понимаю сколько я не додал семье в части спокойного такого общения без этой я представляю вы же ведь на руководящей на серьезно руководящей работе уже много лет это значит только мне выходных не полный нормального короткого рабочего дня утра до вечера не дома я когда приходил завода в администрацию новосибирской области а там же получилось в конце третьего года меня пригласил я где-то месяца полтора наверно я говорю но мне надо завершить на заводе там передать тела там москве согласовать все эти вещи поэтому я буду и там и там работать а когда я переходил уже в январе официально там уволился сюда пришел бухгалтер пришла говорит вас есть еще как не выплачивать вам у вас у вас что-то 180 с лишним дней было не использовано отпуск ну то есть больше чем полгода но у вас получился зато теперь такой неприятный на длинный отпуск потом чтобы сделали не согласился бы чтобы чтобы сейчас вот если на машине времени отмотать на задавайте денег немножко если на машине времени отмотать понятно что попасть такую неприятную ситуацию не захотелось бы снова чтобы поменяли своих действиях вот в тринадцатом в двенадцатом году четырнадцатом по большому счету я бы ничего кардинально не поменял за исключением некоторых нюансов я бы я бы точно бы не пренебрег теми сигналами той информации которые давали мои мне коллеги из москвы показывая всю эту писанину содержание на я бы вот этим не при пренебрег и более серьезно бы отнесся к этому меньше да наверное бы меньше доверял бы и конечно бы просто-напросто я работал и считал собака лает караван идет и мне это говорило первое лицо не обращая внимание работы там полное доверие все остальное оказалось что вот собака лаяла караван пошел где-то произошло ну и где я понимаю где на какой стадии это это понятно но лучше я не буду по искал виктор санч если бы я сказал как бы вы на него сейчас реагировали руку пожали бы думаю что вряд ли ну и ну вот бы я зря и не вы его подманить был бы интересный разговор может быть хотя не в моих правилах устраивайте прямо не мне я бы просто в этой ситуации не был я бы прекратили с вами ладно это не в моих правилах устраивать такого а я так и рояли в кустах хоро давайте вот сейчас новая работа новая перспектива сколько вообще от рабочий день продолжать навсегда рабочий день 24 часа в сутки телефон для служебных дел никогда не запрещен набору ну понятно что есть понимание ночь там и все если какая-то экстренная ситуация то тогда все знают что мне можно звонить любое время суд я имею ввиду занято сейчас загружена серьезно долго но также как и в прежние времена вот сколько это работа конечно же работа только то я сейчас занимаюсь она не идет сравнение с работой губернатора безусловно это не та нагрузка но тем не менее тоже ответственная с учетом разности часовых поясов и всего остального много командировок немного но москва хабаровске и барнаул вот тут пока вот пока тот круг летайте бизнес-классом нет почему а вы все равно ведь в одно место да ну во первых том числе из экономии сегодня бизнес очень очень дорого стоит зачем безумно я беру просто место комфортно у меня есть куда ноги вытянуть да вот и все но это совсем а что для вас комфорт вот достаточно у вас хорошая машина у вас свой отдельный дом что еще что для комфорта надо еще для комфорта мне нужно чтобы в семье было все хорошо и благополучно и людям которые работают со мной было понятно и все цели которые определены мною те результаты которые мы планируем достичь и чтобы им было комфортно работать со мной а мне с ним причем комфортно это не значит там душа в душу мы живем а комфортно именно на достижение результата при этом я всю жизнь всегда говорю у каждого есть право отстаивать свое мнение позицию до того момента пока не принято решение решение принято все пошли его выполнять а до этого отстаивайте спорте может я ошибаюсь и я неправильно что-то понимаю из-за того что я что-то не знаю поэтому вот такой был всегда вас уже взрослые сыновья они у них в своей семье тем не менее вот опыт жизненный тем более не только положительный какой совет бы вы дали бы своему сыну если не секрет своим своим сыновьям вот в семейной жизни прежде всего мне интересно вот в этом плане но не знают позицию не знают мои принципы не знаю что семья это святое я никогда никого не пустал в семью пускать не собираюсь круг интересов семьи я имею ввиду знаю что знали о личной жизни как мы живем никто же не видел меня когда я работал не первым замом нашу жену где-то она в тусовках участвовал с сыновей мой на многие знали вообще в лицо ваш дом ваша крепость наверно наверно если поговорить так так поэтому считаю что семья это очень важно но плане человеческих порядочность честность и отсутствие тех дел за которые стыдно смотреть людям в глаза вот я должен сказать что я горжусь тем что я не был в ситуации когда мне было стыдно смотреть в глаза кому-либо вот любому человеку от рабочего на заводе когда я работал и мастером начальником цеха и начальником производства и директором генеральным и до губернатора мне не стыдно ни рабочему посмотреть ни президенту страны никому вообще чтобы быть ваш юридическое ваше судебное дело сейчас на какой стадии касаться будете вести до какой я дорожу именем фамилии своих предков своим и моих потомков и безусловно вот и не только мое восприятие это оценка многих квалифицированных юристов чем с разных блоков и прокуроры и средств работники следственных тогда да я покажу пока где мы находимся это вот сквер здесь памятник ленину это водная академия институт водник в котором учился селик алексеевич вот еще был студентом поэтому мы здесь разговариваем мы говорим вы говорили про совет сыну о том что мне не стыдно посмотреть никому в глаза и это очень ценно а в отношениях с женщины что вам доверие от нее или ей к ней это двухстороннее движение должно быть безусловно не может быть доверия с одной стороны а с другой пренебрежение только доверие как мужчин и женщин так и женщин и мужчин ну и в зависимости от того что это за отношения доверие профессиональное доверие человеческое там любовь если это любимый человек вы ревнивый человек скажи мне не было слава богу поводов ну слава богу а сама вот это чувство вот это какое-то вот такое что вот на нога на кого-то она там посмотрела или что-то пока разговаривает ёрченко по телефону него все таки человек занятой у него теперь уже серьезная должность поэтому не буду мешать в разговоре а сам скажу что я ночь возобновляю серию интервью в режиме как называется вблизи сегодня вблизи василий юрченко бывший губернатор и даже человек который находится под решением суда в уголовному делу как-то эту тему не хочется больше развивать мы достаточно об этом поговорили хочется поздно посмотреть на человека какой он есть на самом деле и сейчас еще несколько личных вопросов и нам уже пора да пора пора но пойдете до машины вас провожу вот эти вот личные личные вопросы ну ладно бог не с ревностью я понял что у вас слава богу пусть так и будет сколько вот если бы захотели провести день рождения в узком кругу друзей сколько друзей вы позовете у меня всего было три друга настоящих вот на стоит вот настоящем понимании этого слова три друга настоящий друг это какой это тот который знает меня очень хорошо я его знаю которые разделяют одни ценности человеческие у меня один уже к сожалению умер анатолий неверов и осталось 21 на украине живет россиянин но вместе учились в институте и один новосибирск и по исключением от анатолия остальных никто не знает они также как мои сыновья никогда не пользовались моим положением моим я они говорят мы друзья больше всего от тебя получаем жесткости я думаю такой я вот человек поэтому вот такие друга два осталось а еще очень уважаемых моих товарищей коллег соратников но еще наверно четыре человека после всех событий которые произошли их товарища они же определяют эти события и человека проявляют поэтому я благодарен тому что у меня проявились истинные товарищи друзья коллеги от конъюнктурных ну поэтому вот на день рождения нищие не бывает ходу без добра может поэтому но вот 77 человек не считает конечно своих родных понятно вот начаться машины стоим вас часто вам вас будет случае что вы нарушаете штраф вот такие штучки по секрету иногда скоростной режим но не до безумия так других нарушения любите вы сама за рулем куда-нибудь прокатиться я всегда любил и всегда это делать куда например я ездил на монгольской границе до ташанты в одиночку и по европе я много проехал ну почему я с двумя друзьями есть а вот так в добрый путь всего доброго спасибо большое за разговор вот такой разговор с василием алексеевичем юрченко бывшим губернатором ныне производственником и коммерсантом и человеком одним из немногих кого своим недоверием обозначил президент такой интересный мне кажется человек неоднозначный но интересный если кого-то вам интересно еще посмотреть в моих интервью вблизи пожалуйста напишите мне в комментариях кого вы бы хотели увидеть какие вопросы вы бы хотели им задать спасибо за внимание ваш тимур ханов новосибирск вблизи а по скрипту извините по скрипту это интервью мы записывали не в прямом эфире именно записи но это не для того чтобы что-то вычистить я целиком ни минуты не сокращали его выложу получилось записать несколько файлов связано это не прямой наш эфир лишь только с тем что фейсбук заблокировал мне работу с трансляциями разбираюсь надеюсь что это ненадолго и мы продолжим с вами смотреть на наш любимый город и на интересных людей